Всем привет, с вами Прео. Battle for Azeroth дополнение, близится к своему логическому завершению. Скоро выйдет припатч, будут новые таланты, будут сплющивания, будет море, море всего интересного. Будут события припатча, всё-таки будет довольно-таки интересно, в длинной короне находиться. Будет изменённое небо, будут некоторые боссы с интересным лутом, будут сетики прикольные. Ну, в общем, касательно новинок припатча, есть отдельный видосик, можете глянуть, там всё рассказано. И мы знаем о том, что есть замечательные сайты различные, которые, скажем так, открыто выгружают статистику абсолютно всю по нашему персонажу. Например, прекрасный сайт Raider.io. Да, я, конечно, немножко недолюбливаю всю эту систему, так как просто-напросто игроки, многие, неправильно ей пользуются. Ну да ладно, сайт сам по себе хороший и замечательный. В следующий момент на этом сайте можно глянуть абсолютно всю информацию о том, что происходило с персонажем, что происходило с аккаунтом в течение всего дополнения Battle for Azeroth. Давайте всё внимательно рассмотрим касательно моего ДКшечки, ну и касательно моего аккаунта. Собственно, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти по особой ссылке raider.io.bfa-review, ссылочка будет в описании. И далее мы прокликиваем просто-напросто синюю кнопочку. Изначально вам нужно будет залогиниться, ну или зарегистрироваться. Далее связать Battle.net аккаунт, это буквально один клик. Третий пункт, нужно выбрать основного персонажа. И четвёртый, будет сгенерирована абсолютно вся информация по дополнению Battle for Azeroth. Я уже прошлые абсолютно все пункты выполнил, поэтому генерируем информацию. Ну что ж, абсолютно вся информация сгенерирована, начинаем её, так сказать, изучение. Поехали. При Battle for Azeroth review, raider.io, листаем. Raid bosses defeated. Собственно, количество убитых боссов в каких-либо рейдах. 192 босса в ульдире, 33 раза в нормале, 92 в героике, 67 в мифике. Как-то многовато, окей. Battle of Dazar Allure, собственно, бзда, нами всеми любимая. 31 нормал килл, 88 героек и 641 мифический килл всех-всех-всех абсолютно боссов. Это благодаря вам, благодаря всем нашим этим походам за маунтами. Это чудно. 3 убийства боссов в гарниле штормов, 2 в героике, 1 в нормале. 64 в вечном дворце. Получается, 8 в нормале, 48 в героике и 8 в мифике. То есть, героик на, получается, 6 раз. Нормал на 1, мифик тоже на 1, ради эссенции. 151 босс в неолоте. 3 в нормале, 63 в героике, 85 в мифике. Немного на самом деле. И, то есть, получается, вы убили 1170 рейд боссов за весь Battle for Azeroth. 801 суммарно в мифике, 293 суммарно в героике и 76 суммарно в нормале. Следующая информация — это рейд прогресс. Собственно, что у нас тут получается? Вы полностью завершили Eternal Palace за 181 день. Получается, с момента его выхода, что ли? Типа что-то такого. Окей. Какой же рейд был проведен быстрее всего? Горнила штормов за 38 минут. Почему не указано неолота в мифике? Рассказываю. У меня до сих пор не убит лгенот в мифике. Ну, милишники там не нужны. После того, как мы статиком накеляли на зота, дропнули в 7 абсолютно маунтов, прейдить перестали до Shadowlands. Ну и, собственно, лгенот так и остался незакрытым. Поэтому статистика по мифику, ну, скажем так, не отображается. Печально. Далее. Общее количество мифик плюс походов за сезон. Первый сезон 235, и указано, какие ключики были пройдены, в каком количестве. Также указан процент, сколько ключей было закрыто в таймер. 67,7%. 15-19 ключей всего 2 штучки. Ну, по факту, зачем? Правильно? Правильно. Во втором сезоне 140, получается, Данжей. В третьем сезоне копеечки, можно сказать, 96. В четвертом сезоне 147. Ну, то есть я закрыл пятнашки еще в середине февраля. Начиев. И потом просто крыл по одному ключику в неделю на каждом там персонажа какое-то время. Сейчас вообще не крою. Общее количество походов 618. Вы провели в мифик плюс в системе 13 дней, 22 часа, 20 минут. Ну, то есть 14 дней типа безвылазно. Я правильно вроде перевел это предложение? Ну, вроде бы да. Далее. Ваши популярные специализации в мифик плюс. Ваши походы в мифик плюс были на 4 классах и 6 специализациях. Ну, то есть получается Брюмонг, 281 ран за счет первого сезона, за счет активного фарма шмота до рейдового. Далее Блад ДК, далее Протвар, потом Манхоли ДК несколько ранов было. ДХ, ну, чисто так, по фану, ради бзды, скажем так, чуть-чуть его пододять нужно было. И ВВ Монг, один ран. Я не помню даже, когда это было. Серьезно, я не могу припомнить. Далее. Ваш мифик плюс скор. Ух ты, какой большой. Ну, я думаю, больше ни у кого нету в этом мире, действительно. Окей, а при наведении что у нас тут написано? Самые активные аффиксы, получается. Ну, то есть 88%. Сложное какое-то предложение, не понимаю. Так, типа при таких модификаторах в таймер было закрыто 88%. Ох, 41 ран. Не понимаю, сложно. Тут получается Тираник Рейджинг, Вулканик Риппинг. Ну, это такая пуш-неделя, похоже, была. Тираник Рейджинг, Эксплозив. И сезонный модификатор. Тут, ну, тоже такая псевдо-пуш-неделя. Сложные какие-то предложения, слишком расписанные. Вы были более активны в неделе с модификаторами укрепленный, кровавый, некротический и зараженный. Вы имеете 41 поход с этими модификаторами. И затаймили 88% от них, получается. От этих чисел от 41 ключа к 88%. Наверное, это неплохой результат. На 10-х-то ключах, там 15-х, типа окей. Йоу, мост, ран, данженс. Ваши самые большие походы в ключики. Самые множественные, скажем так. То есть тех, которых было больше всего. 200 ранов в Аталдазар, прям ровненько. 77 из них было сделано в таймер. 69 в Асаду Баралуса в таймер 62%. Гробницы Королей 60 ранов в таймер 63%. Мехагон в Воркшоп. Воркшоп это у нас что? Верхняя часть, по-моему. В общем, да. 58 ранов 70%. Прихолт 80% в таймер, хорошо. Усадьба Вайкрестов 86% в таймер. Джинфьярд, да. Свалка нижняя получается. 65%. Подгнилья, маленький процент, очень маленький процент. Там Сетралис нормально. Золотая жила пойдет. Пятилища штормов пойдет. Полдогор вообще идеально. Окей. Получается самый близкий ключ к провалу. Типа 6 секунд оставалось до того, как ключ сломается. В десятой свалке. Ну, сори. Я типа не такой жесткий мифик плюс пушер в БФА. Поэтому такие ключики маленькие. И это самый быстрый ключ. Пятый Толдогор был пройден за 54% времени. С половиной. Или это осталось 54 с половиной. Окей. Ваши мифик плюс партнеры. Я не буду открывать первый сезон. Там unlucky timing. Что получается. Во втором сезоне вы пушили... Пушили... Смешно. Ключи с разными четырьмя сотнями, 56 игроками. Топ 5 игроков, с которыми вы пушили ключи. Критачок. Ой, это... Все понятно, короче. Человек, который без меня бы ключи и не проходил. 20 ранов. Армарчиха 13. Смоук Лорд. Ну, наверное, он раньше был на Альянсе. Сейчас он на Орде. Поэтому отображается Ордынская аватарочка. 9 ранов. Сладкий Эклер. Это, по-моему, с Астру Мадахашечка. 9 ранов. Свитч Сайт. 8 ранов. Я не помню, что это за друид. Sorry. Третий сезон. Ну, тут типа все аналогично. Это рандом просто похоже какой-то, с которым мы попадались пару раз. Поэтому так все и было отмечено. Сезон номер 4. О, Лобсик. 12 ранов совместных. На маге с ним 7. Замечательно. И Смертельный Персик. Хорошая ДХ-шечка. 3 рана совместных. Хорошо. Что у нас тут? А, и все. То есть на этом информация кончается. В принципе, неплохо. Такая миксованная информация о ключиках, о мифик-плюсах. В целом замечательно. Еще бы, если мои знания английского были бы чуточку побольше, было бы, конечно, интереснее. Потому что некоторые предложения такие сложные. Просто даже не знаю. Ну, тут вот меня немножко смущают всякие различные надписи. Ну, типа, больше всего было интересно просто-напросто глянуть количество различных ранов. И касательно RAID прогресса, инфа такая более интересная для меня. Мифик-плюсы это все-таки виклишмод. Да и все. Ну и ачивочки. Как-то так. Ссылку оставлю в описании. Можете чекнуть. Можете делиться своими результатами. Потому что в тот момент, когда вы кликаете кнопку Generate, сверху ссылка меняется. И появляется, скажем так, персональный URL. Типа, как в Дискорде ссылка. То есть там буковки, буковки, буковки. Вот так вот. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. Ссылочки добавлю все эти в описании тоже. Гляньте их, если вам интересно. До скорого.